добрый день дорогие друзья соревнования по плаванию среди детей тема этого небольшого видео размышления наши дети нуждаются в заботе они нуждаются в заботе не только родителей но и государства и к сожалению сегодня родители очень мало образованы слишком сильно устал и от той жизни которая окружает их и забот на родителях настолько много что они не успевают разбираться со многими вещами и конечно же правильно когда родители пытаются дать хорошее образование своим детям когда они следят за здоровьем своих детей когда них правильно кормят одевают но очень важно также когда родители пытаются дать им музыкальное образование и дать определенные спортивные навыки то есть родители пробуют чтобы их дети попробовали себя в одном или условно в двух видах спорта если есть талант у детей и в тренерском коллективе сегодня по крайней мере в россии я буду говорить о ней большей степени наблюдается такая ситуация при которой очень много несведущих людей которые не являются специалистами которые не получали спортивного или спортивно-педагогического образования и эти люди находятся сегодня в тренерских коллективах и приносят они туда алчность наживу амбиции личные и это все вредит детям вредит их здоровью соревнования по плаванию среди детей и одно дело когда дети занимаются в детской юношеской спортивной школе или спецклассе или дети набраны тренерами которые в начале на суше а потом в воде проводили определенные тесты для выявления таланта к плаванию но другое дело когда соревнования по плаванию проводятся среди детей которые пришли на оздоровительное плавание то есть этих детей привели родители ради того чтобы они улучшили свое здоровье и часто врачи советуют ходить детям на плавание для того чтобы улучшить свое здоровье скажем здоровье позвоночника суставов и другие разного рода недомогания и хотел бы сразу сказать о том что соревнования среди детей по плаванию должны проводиться с учетом определенных требований которые были разработаны еще в советском союзе и сегодня в россии они неизменно остаются и вот возрастные группы недопустимо чтобы соревнования проводили ранее чем среди восьмилетних детей обратите внимание в 7 лет часто делают набор на спортивное плавание и первые соревнования проводятся через год когда дети к чему-то подготовились но недопустимо когда соревнования проводятся среди пяти шестилетних детей и если тренер узнают о том что где-то в занзибаре или в того или в камеру не проводят такие соревнования то это не значит что их надо перенимать и внедрять в свою практику работы это недопустимо возрастные группы должны быть скажем так 8 9 лет 10 11 лет 12 13 и 14 15 лет это нормально это по правилам дистанции могут быть 25 50 метров а могут быть уже и 100 метров если дети занимаются плаванием условно скажем два года и бассейны сами по себе это не сооружение в виде ванн которые 8 или тире 10 метров длиной нет а бассейны это 25 или 50 метров длину то есть стандартные бассейны где могут и проводятся соревнования и поэтому недопустимо когда в каких-то ваннах в 12 метровой длины проводят соревнования а еще и засекают время этих детей количество дорожек тоже имеет значение когда соревнования проводятся в бассейне с двумя дорожками это тоже неверно детей должно быть по мере четверо пятеро шестеро чтобы был интерес к этим соревнованиям очень важно чтобы длительность соревнования по времени была приемлемой то есть недопустимо держать маленьких детей в бассейне условно 23 и более часов соревнования должны проходить организованно быстро и время которое отводится на них должно быть 75 минут или полтора часа максимум потому что есть определенные нормативы как в детских садах по проведению уроков это 20-30 минут так и в школах 45 минут то же самое для проведения соревнований существует определенное количество времени награждение конечно же 1 2 3 места а дети могут награждаться грамотами медалями призами игрушками или просто подарками и это тоже будет правильно очень важно чтобы соревнования не проходили каждый месяц нет соревнования должны проходить один раз в квартал это значит один раз в три месяца чаще этого среди детей проводить соревнования нет смысла потому что изменения у детей в их соревновательной подготовленности происходит не так быстро как думают многие взрослые люди и соревнования среди детей которые занимаются оздоровительным плаванием проводятся еще реже потому что это может травмировать психику детей которые уже являются нездоровыми а еще соревнуясь могут почувствовать себя в дискомфортном состоянии поэтому не каждый ребенок должен участвовать соревнованиях а должно быть желание самого ребенка ну и конечно же желание родителей чтобы дети их не участвовали в этих соревнованиях при проведении соревнований учитывается также возможности бассейна количество тренерского состава обеспеченность соревнований материальным каким-то ресурсом количество детей количество дорожек плавательном бассейне количество заплывов возможности детей дальше медико-санитарное обеспечения бассейна и место проведения соревнований затем эпидеологическая обстановка то есть масочный режим для родителей если есть трибуны если трибун нет то сегодня крайне нежелательно чтобы родители были в контакте близком с детьми и находились без трибун в бассейнах и даже если один ребенок в результате проведенных соревнований заболеет эти соревнований не стоят здоровья и страданий одного даже ребенка не говоря уже о большем количестве заболевших детей или родителей которые в контакте с другими родителями могут заразиться тем же банально гриппом и проводя для соревнования очень важно учитывать безопасность детей то есть необходимо контролировать возможности детей и не переоценивать их рассуждая на тему соревнования по плаванию для детей мы должны всегда понимать что соревнования это способность детей проявить себя и ограниченное количество детей являются талантливыми способными к плаванию и поэтому оздоровительное плавание и спортивное плавание это совершенно два разных направления деятельности и это тоже необходимо учитывать в целом как завершение вопросов для того чтобы проводить соревнования по плаванию много в них необходимо компетентно разбираться и проводить соревнования необходимо осторожно для того чтобы не потерялся интерес у детей к этим занятиям желаю вам божьей милости благодати до свидания